Нам необходимо считаться современными мыслями, характерами, тенденциями народов, чтобы не делать промахов в политике и в управлении административными делами. Торжество нашей системы, части механизма которой можно располагать разнообразно, смотря по темпераменту народов, встречаемых нами на пути, не может иметь успеха, если практическое ее применение не будет основываться на итогах прошлого в связи с настоящим. В руках современных государств имеется великая сила, создающая движение мысли в народе – это пресса. Роль прессы указывает якобы необходимое требование передавать жалобы народного голоса, выражать и создавать неудовольствие. В прессе воплощается торжество свободоговорения, но государства не умели воспользоваться этой силой, и она очутилась в наших руках. Через нее мы добились влияния, сами оставаясь в тени. Благодаря ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам его приходилось добывать из потоков крови и слез. Но мы откупились, жертвуя многими из нашего народа. Каждая жертва с нашей стороны стоит тысячи гоев. Протокол номер три. Символические дни и его значения. Сегодня могу вам сообщить, что наша цель в нескольких шагах от нас. Остается небольшое пространство, и весь пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой цикл символического змея, как это мы изображаем наш народ. Когда этот круг замкнется, все европейские государства будут им замкнуты, как крепкими тисками. Неустойчивость конституционных весов. Террор во дворцах. Современные конституционные весы скоро опрокинутся, потому что мы их установили не с точностью, для того, чтобы они не переставали колебаться, пока не перетрется их держатель. Гои предполагали, что они его достаточно крепко сковали, и все ожидали, что весы придут в равновесие. Но держатель, царствующие, заслонены ими представителями, которые дурят, увлекаясь либерализмом, и этим они обязаны навеянному во дворцы террору. Нет доступа к своему народу, к саму его среду. Царствующие уже не могут сговориться с ними и укрепиться против властолюбцев. Разделенная нами зрячая царская сила и слепая сила народа потеряли всякое значение, ибо отдельно, как слепец без палки, они немощны. Чтобы побудить властолюбцев к злоупотреблению властью, мы противопоставили друг другу все начинания их либеральные. Мы в этом направлении возбудили всякую предприимчивость, мы вооружили все партии, мы поставили власть мишенью всех амбиций. Из государств мы сделали арены, на которых разыгрываются смуты. Еще немного, и беспорядки, банкротство появятся всюду. Парламентские говорильни, памфлиты, злоупотребление властью. Он, открывшийся в августе 1934 года, первый всесоюзный съезд советских писателей. Те, кто следил за ходом съезда, помнят и остальные доклады Алексея Максимовича Горького, и произнесенные им 22 августа короткую речь, в которой он призвал писателей дружно работать и объединить свои силы для создания могучей литературы, которая нужна не только нашей стране, но и всему миру. Уважаемые товарищи, мне кажется, что здесь чрезмерно часто преодолевается темой Горького с добавлением измерительных эффективностей, велики, 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 велики и т.д. Не думаете ли вы, что слишком подчеркнуто и выглашаю одну эту фигуру, мы тем самым затерняем густ и значение работы будильника? Уверьте меня, я не потепничаю, не решаю. Меня заставляет вылечь на эту тему причины серьезные. Выражающая Гурарина, все мы здесь, учитывая на резкие различия возрастов, дети, от той же очень молодой матери, всесоюзной советской литературы, измерение роста писателя, делочитателя, отверстия социального изучения произведения литературы, делая критики, мы видим, что наш читатель все более часто и верно оценивает рост писателя. Как-то он мне спрашивал, с кем вы бежите, Павленко? А вот, с кем, с кем. В гости ходите вы? Да, в гости ходим. А к лидеру другу бежите? А вон мне очень плохо. Вот это и плохо. Нужно не только в гости ходить, а в рукописи тоже заходить. Заглядывать в рукописи друг другу, а чай пить или виноват, и может быть это и написать, а в рукописи заглядывать необходимо. И тут привел он из своей жизни к некоторых замечательных, на мой взгляд, лучших. Когда писатель Кудрин, не непокойный, заканчивая свою повесть поединок, он не ехал найти к конеца. Конец у него не получалось. Тогда он предложил коллегию, что-нибудь писатель, горько, еще, ну, не всех покойных, человек пять. И сказал, вот, товарищи, не получается конец. Помогите, как. Вот, товарищи, мы на него не выходим. И каждый из этих шпичей написал свой лояль. И дай ему. Он был горькости лояль. И сейчас вы слушаете образцы масонской говорильни, которые увели людей от истинного богопознания, от священной Библии, чтобы люди пропускали через свой разум тонну макулатуры, тех книг, которые не стоят ломаного гроша. А Библию, даже в современном издании, люди покупают за 50 и 100 рублей, потому что в ней источники вечной жизни. Послушайте еще немного представителей масонства. Жизненным опытом, со своим видением жизни с наибольшей силой подтвердилось выступлением в литературу Николая Астровского, с его книгой «Как закалялась сталь». Астровский левил от лица первого поколения комсомольцев, которых октябрьское революционное было там еще подростками, которые возмужали и закалились в битву гражданской войны и труде восстановительного периода. От имени этого поколения не говорил смертельно больной Астровский в ночь под Новый 1936 год обращаясь к новому поколению комсомола. Говорят о том, что я скоро пришлюсь в крови. И меня, и дети, мои новые заново, экскурсов, они говорят, товарища, стройки, приказы, что они делают, легко, ты спрашиваешь, век, и какие там труды. А я улетаю, потому что знаю, завтра же, завтра же подключить машинка к Астровскому моему товарищу комочке и все молодые дети, которые возили на странице, манерного романа о том, чего улыбаются в полу в поле 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 1935 год в очередной год борьбы со страну Совета в поле все и все станет ярко прекрасно. Виждой удалят победить это крупное препятствие. Виждой удалят то, что наполняет сердце и медицина строительства. 1936 год я предстою как год прекраснейшей моей жизни. Вот от всех желаний, от всех творческих стремлений и желательностей. от 1936 года Николая Советского не стало. А прекрасное замечательное завтра пришлось отстаивать в густочайших кровопролитных боях фашизмом. 14 сентября 1941 года отрожденный Ленинград говорит писатель говорит Всеволод Вишневский от имени Балтийского флота от имени моряков Кронштадта он произносит речь обращенную к Ленинградской молодежи дыхание этих дней суровую обстановку войны передает этот полнующий на всегда впечатленный моря и закопа моряки распространенные балтики мы говорим вам молодежь мы тебе верим мы ощущаем что ты рядом с нами для тебя ведь молодежь за 24 года советской власти было сделано все что только можно ты была молодежь первой на жизненном советском хиру тебе открыто и дано было все и сейчас когда идет смертный войн надо идти и оплачивать только трилогию хождения по мукам Алексея Николаевича Толстого с благодарностью читают и помнят советские люди они помнят они читают и патриотические статьи Толстого появлявшиеся в газетах в первые дни и в первые месяцы Великой Отечественной войны до сих пор сохраняющей жар его сердца немцы рассчитывали ворваться к нам танками и бомбардировщиками как в Польшу во Францию и в другие государства где победа была заранее обеспечена их предварительной подрывной работой на границах СССР они ударили остальную стену и широко дрызгну кровь их немецкие армии гонимой пол с каленым железом и здоровой безумия встретились с могучей силой умного храброго свободолюбивого народа который много раз за свою тысячелетнюю историю ничем и штыком изгонял просторов родной земли наезжавших на нее хазар волосов и печенегов татарские орды и тевтонских рыцарей поляков шведов французов наполеона и немцев гильдельма все промелькнули перед нами в советском союзе в газете неделя за номер 27 в 1977 году опубликовано как пришел к власти Адольф Гитлер в других же государствах опубликовано как пришли к власти большевики в России под прикрытием Всевышнего автор Вадим Пигалев Накануне 60-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции система монополистического капитала предпринимает неимоверное усилие в стремлении сплотить все силы международной реакции Цель очевидна помешать закономерному процессу распространения идей мира демократии и социализма отвлечь внимание общественности от самого знаменательного события века как свидетельствуют факты которыми пестрят ныне страницы западной печати этими силами являются неофашизм международный сионизм и дно уголовно-политического преступного мира которое как ни парадоксально все чаще совместно пользуется старым механизмом масонских лож в этой связи вопрос о происхождении и сущности масонства вновь приобретает актуальность политическое значение великий революционер пламенный патриот антифашист Георгий Димитров еще в 1946 году когда в народно-демократической Болгарии уже восторжествовала власть народа дал четкую характеристику масонству часто общественность удивляется писал Георгий Димитров что известные государственные деятели быстро и совершенно необоснованно на вид меняют свои позиции по весьма существенным вопросам относительно нашего государства и нашей нации или говорят одно и то же а делают совершенно противоположное для поверхностного наблюдателя это нечто нелогичное и совершенно непонятное для тех же кто знаком с действиями разных масонских лож вопрос достаточно ясен указанные деятели как члены масонских лож обыкновенно получают внушения и директивы от соответствующей ложи и подчиняются ее дисциплине вразрез с интересами народа и страны немного поясним в чем суть несоответствия повторим это место для поверхностного наблюдателя это нечто нелогичное и совершенно непонятное дело в том что две совершенно противоположные друг другу системы социалистическая и капиталистическая выдвинули во главу каждой системы своих правителей и все это ставники масонства спрашиваются как они могут противоречить друг другу это является великой тайной которая откроется позже автор в своей статье подчеркивает что народ должен проявлять особую бдительность по отношению к масонским ложам ибо масонские ложи это национальная опасность чужая спионская и предательская агентура коммунист-революционер Димитров совершенно справедливо исходил из того что масонство в силу своей структуры моральных ценностей сомнительных космополитических лозунгов элитарности зависимости рядовых членов от тайных зарубежных гроссмейстеров непосредственно служит лишь крайне реакционным силам международного империализма Георгий Димитров писал в частности что в формировании идеологии национал-социализма и тайного нацизма не последнюю роль сыграли как сами масоны так и их теоретическое наследие ввиду того что масонство и ныне выступает в союзе с неофашистами и другими крайне реакционными силами вопрос этот приобретает особую важность и мы остановимся на нем более подробно небольшая вставка из журнала огонек от специального корреспондента Цезаря Саладаря номер 39 43 и далее страница 26 в Бреселе от пожилого и многоопытного репортера я услышал рассказ про то как на него обиделся шведский коллега не сочтите это лестью сказал ему швед но в журналистских кругах вас не без оснований считают знатоком сионизма вы столько о нем писали что безусловно сможете мне помочь я как вы знаете в последнее время тоже причастен к сионистской теме но убей меня бог если хоть на микродолы способен разобраться в структуре и построении сионистских организаций десятки советов федераций комитетов лиг объединений обществ фондов а кто кого направляет кто с кем соприкасается кто о ком информирован это все для меня полнейшая сумятица помогите как коллега коллеги встаньте на несколько минут моим видом по запутанному лабиринту организационной схемы сионизма хоть вкратце растолкуйте мне кто кем руководит и кто кому подчиняется почему же все таки шведский коллега обиделся на вас недоуменно спросил я репортера я ответил ему что ничем к сожалению помочь не смогу сам говорю плавая и барахтая с нескончаемым потоки названий платформ деклараций уставов заявлений манифестов всяческих ассоциаций группировок агентств филиалов фракций регионов сионизма но швед решил что я эгоистично не хочу поделиться с ним своими сведениями об организационной структуре сионизма и не только обиделся но и прямо обвинил меня в отсутствии духа коллегиальности а ведь я сказал ему сущую правду по моему нет на свете журналисты из не сионистов целиком посвященного в тайну их лабиринта в тайну да тщательно охраняемую тайну повторяю что я читаю журнал огонек вот почему американского публициста Лоуренса Мошера были все основания подчеркнуть что получить серьезную информацию о внутренней деятельности сионистского движения довольно трудно это трудно сионистский руководитель усугубляет еще тем что дают своим органам название но никогда не именуют их сионистскими и ни единым словом не упоминает об их истинном назначении полистайте сионистскую прессу сколько нейтральных и невинных названий и организаций вы встретите на ее страницах одни подобны под рубрику национальных другие приняты именовать благотворительными третьи считаются всего-навсего культурными это по названиям а на деле попробуйте например решить такую головоломку есть в Вашингтоне совет руководителей еврейских организаций США учреждение настолько авторитетно что его президент Яков Штейн выступает в печати с оценкой почти каждого нового назначения на высокий пост в государственной администрации США действительно совет руководителей организации казалось бы что может быть выше этого но следующие люди посмеиваются над наивными людьми задающими такой вопрос то есть смеются и над верующими которые не могут понять кто стоит у власти почему нет проповедей в церкви почему мы все никак не можем перейти на служение на русском языке кому это выгодно чтобы держать народ таким темным и необузданным ведь всесильный сохнут организация скромно именуемый всего-таки еврейским агентством а фактически полновластно ведающий всей иммиграции в Израиль подчинен вовсе не совету руководителей а объединенному еврейскому фонду США МАГБИТ сам генеральный директор сохнута Рошер Ревлин отчитывается перед МАГБИТом в том сколько людей и за какой срок переселено сохнутом в Израиль зачем такой многообразный ассортимент прежде всего для того чтобы создать видимость нарастающей массы сионистского движения воздействует на общественное мнение и правящие круги капиталистических стран бесконечными заявлениями по каждому поводу и без повода и что очень важно иметь основания для сбора пожертвований характерно что одной из гвоздевих тем этих безнадежно провалившихся дискуссий был еврейский вопрос у молодого лазуйчика свободы представлявшегося сыном коренного кубинца был такой изумленный первый ход он громогласно удивлялся как это в приехавшую на олимпиаду группу советских мастеров искусства включили композитора Яна Френкена ведь он же дескать еврей тяга обывателей к таинственным масонским символам ритуалам и мистическим наукам надежда рядовых членов лож на познание масонских таинств с помощью которых можно просветлеть и получить право общаться с избранными вступать в контакты с создателем вселенной способствовали распространению масонских лож по всей Европе в Германии в 18 веке наибольшее распространение получило розенкрейцерство масонский орден злато-розового креста так называемая система строгого наблюдения четкая иерархичность беспрекословное подчинение верховным вожакам подотчетность строгая секретность и тому подобное розенкрейцеры всюду стремились распространить свое влияние насадить своих агентов подчинить ложи других стран своей системе в зависимости от Берлина оказались и русские масоны на Вильгельмсбарском генеральном международном конвенте масонских лож июль 1782 года Россия была объявлена восьмой масонской провинции зависимость от берлинских мастеров стала с тех пор не только заочной но и очной когда произошла первая проба как называют генеральная репетиция во Франции на Парижской коммуне франк масоны поняли что люди потерявшие самодержавный строй легко увлекаются лживыми лозунгами братства и свободы после этого сами же они ее эту революцию заглушили в крови французов когда царю Николаю первому стало известно что следующей жертвой намечена Россия в России как пишет об этом Сергей Нилус появились протоколы сионских мудрецов которые с помощью одного из их членов были выкрадены из архивов царь Николай решил опубликовать эти протоколы и выпустить массовым тиражом во всей России предупредить какая беда грядет на них после совершения революции но было уже слишком поздно выпущенные крупным тиражом протоколы раздавались бесплатно как приложение к книгам религиозного и светского содержания евреи закупили почти весь тираж а те экземпляры которые попали все же к людям в руки или выкупали за большие деньги или обладатели их погибали в странных обстоятельствах при различном стечении таких обстоятельств после того как увидели что могут сделать из человека как из Ленина или из Сталина идола как Бога поклоняясь ему следующей жертвой стал Китай где из Мао-Зедуна в настоящее время для человека советского звучит странно как это Мао на каждом углу у них встречается и слышится а разве не то же мы видим и у себя это жертва франкмасонства так они постоянно тренируясь на народных массах экспериментируя подготавливают престол антихристу сея всюду смуты и революции когда издерганный народ наконец скажет не желаем этих революций дайте нам рабство но мир продолжаем чтение статьи под прикрытием всевышнего фига шварца родился в трансильвании в 1751 году конвент назначил единственным верховным представителем теоретической степени соломоновых наук в россии ему вменили в обязанность следить за работой русских масонов получать от них информацию и осуществлять сношение посредством секретных шифров с берлинскими гроссмейстерами в чем же выражалась просветительская деятельность шварца вот лишь некоторые из постулатов масонов розенкрейсеров освобождаться от предрассудков своей родины почитать весь свет яко республика быть готовым на завтра умереть без роптания смиренно пребывать в глубочайшем невежестве когда то угодно воле источника света быть готовыми к тому чтобы скитаться без роптания по земле не имея места где на он и преклонить главу свою быть готовыми сносить величайшую бедность обладая способами воспроизводить богатство и тому подобное спрашивается во имя чего масоны отвечали во имя создания всемирной масонской республики во главе с избранными просветленными эти догмы в полной мере позаимствованы затем и архитекторами идеологии и морали так называемого тайного нацизма выступавшие в тесном союзе с наиболее реакционными силами финансового капитала в начале это были члены блистающей ложи или тайного общества в риле существовавшего в германии в 20-х годах нашего века и тесно связанного с фиософами а затем братья тайной ложи фуле ее обитатели были как известно карл гаусгофер рудольф гесс ганс габбегер и другие основатели национал социализма осень 1923 года гитрих экард основатель тайной ложи фуле накануне смерти завещает своим друзьям учредителям партии национал социалистов идите за гитлером он поведет танец но музыку написал я мы дали ему способы общения с ними с большой буквы сотни ученых германии в один из летних дней 1925 года обнаружили в своих почтовых ящиках письма в них в частности говорилось отныне вам придется выбирать с кем вы с нами или против нас гитлер расчистит политику а ганс габбегер сметет ложные науки символом возрождения германской нации будет доктрина вечного льда берегитесь становитесь наш строй пока не поздно основатели национал социализма из тайного общества фуле прекрасно понимали что расправа над прогрессивными учеными это лишь один шаг к намеченной цели что в дальнейшем необходимо вообще изменить миропонимание и добиться того чтобы люди усваивали это новое как бы добровольно без принуждения нацистская идеология особенно так называемая тайная для избранных складывалась таким образом под значительным влиянием масонских мистических учений хотя основная идея о расовом превосходстве расовой исключительности и милитарной избранности заимствована у сионизма и была представлена в ее арийском варианте любопытно далее напомнить о системе организации и структуре СС Гиммлеру было поручено организовать СС как охранно-полицейское учреждение и как религиозный орден с многоступенчатой иерархией высшую ступень составляли посвященные во все тайны СС ее руководители и составлявшие так называемый черный орден его тайное учение не отраженное в документах основывалось на вере в существование сил превосходящих обычные человеческие символика и ритуалы неотъемлемая часть традиционного масонства члены общества фуле и основатели национал-социализма не только формально позаимствовали загадочную масонскую символику но и превратили ее в действенную мораль воспитуемую нацистскую силу профессор мистик Карл Галузгосер был одним из тех кто избрал свастику древний символ грома огня плодородия и тайной магической силы эмблемой нацистов он оправдывал это тем что якобы далекие нордические предки обладавшие высокой цивилизацией поклонялись тому же символу и будучи посвященными в магические тайны управляли стихиями и народами были магами водителями катастрофа согласно легенде уничтожила эту цивилизацию на ее месте образовалась пустыня Гоби но уцелевшие маги водители рассеялись по миру они передавали потомству свои магические способности и вот теперь утверждал Гаусгофер арийцам надлежит вернуться к истокам заключить союз с тайными силами могущества и насилия чтобы ускорить приход человечества к шарниру времени как видно из сказанного простой древний символ приобретал весьма практическое значение обрастал политической доктриной другой символический атрибут нацистов мертвые головы эту эмблему носили избранные арийцы чистокровные и полноправные представители СС мертвые головы что сие означает устрашение нет у нацистов для запугивания были иные средства более действенные заглянем опять же в 18 век в архивы розенкрейсеров там в обрядах доуфемической ложи касающихся есть такое пояснение мертвая голова и крестообразно положенные кости суть печальные знаки напоминания для того взору нашему представляемые чтобы сии знамения смерти не только нас не устрашали но патчи научали бы нас долг и обязательства наши масонские предпочитать самой жизни которая подобает нам всегда для благоденствия масонства и для безопасности братьей наших жертвовать пренебрежение к смерти доведенная до автоматизма готовность спокойно взирать на людские страдания непосвященных хладнокровие к возможным трудностям и даже телесным испытаниям казням вот что призваны были воспитывать таинственные символы ордена русский человек всегда считался хлебосольным и добродушным даже для иностранцев и видим когда масоны пришли здесь к власти то сделаем сравнение во второй мировой войне погибло 20 миллионов на полях сражений а по линии НКВД и Ежошины после раскулачивания начиная с 17-го до 53-го года погибло около 66 миллионов русский человек стал истреблять самого себя для избранных мертвоголовых в Германии были организованы специальные школы бурги но попадали туда далеко не все шел строгий отбор он осуществлялся на семинарах на поле в 1942 году 26 ноября газета Шварц Корпс упоминая о Наполе писала что там учатся давать и принимать смерть не каждому удавалось достичь высоких степеней посвящения но тот кто выдерживал все экзамены мог претендовать на сверхчеловеческую судьбу на роль магов водителей которым надлежит изменять равновесие духовных сил на планете для них была даже уготована в будущем образцовая независимая республика СС об этом в марте 1943 года заявлял своим братьям Гиммлер на мирной конференции узнают о воскресении былой Бургундии Франция свела эту страну наук и искусств до уровня заспиртованного придатка суверенная Бургундия собственной армией законами монетой почтой станет образцовым государством СС в нее войдут романская Швейцария Пикардия Шампань Франшканте Эно и Люксембург официальным языком будет конечно немецкий править будут только СС Национал социалистическая партия не будет иметь в Бургундии никакой власти мир будет потрясен и восхищен государством где будут применены наши концепции какая же судьба была сконструирована членами черного ордена для остального человечества планировалось после создания строгой иерархичной международной системы руководства во главе разумеется с мертвоголовыми оторвать народы от национальных корней превратить их в своего рода мировых кочевников производителей благ в податливое живое сырье вспомним старые лозунги розенкрейцеров перечисленные выше начальными лабораториями для этих целей были в частности концлагеря в этом же направлении работали и многие институты как например научный институт для изучения наследственности объединявший 50 научных институтов и работавший под непосредственным руководством СС этот научный центр поддерживал тесную постоянную связь с мистическим гауссгофером который подсказывал изуверские направления исследовательских работ опытов над живыми людьми зимой 1941 года гитлеровские войска начали терпеть поражение на советско-германском фронте но для многих нацистов веривших в космогонию и символы это было нечто большее чем просто неудачи на фронтах битва под Сталинградом еще больше разорвало их союзы с повелителями вселенной Гебельс писал поймите сама идея само понимание вселенной терпит поражение духовные силы будут побеждены и близится час страшного суда да дорого обошлись человечеству эксперименты черного ордена теории членов тайного общества фуле сумасбродство мистика параноика фюрера верившего в космогонию шарнир времени в нордическое величие тибетское вдохновение нацистский магизм биологическую селекцию и мечтавшего о мировом владычестве чтобы расплатиться в красной армии за то поражение которое красная армия нанесла им текущим летом они веленили надежду товарищи им эта передышка очень была нужна они думали за такой водной преградой как река Тепр отсидеться поддержать в армии дух и веру возможность еще сопротивления возможности еще борьбы такое поражение которое немцы потерпели в районе города Киева они товарищи никогда не ожидали и понеся поражение они у нас пытались дать реванш частям красной армии на далеких подступах Киева немцы собрали довольно серьезный кулак до 16 танковых дивизий ударный кулак собрали и пытались в том числе я должен вам сообщить около 10 танковых дивизий и вот в течение последних двух недель отчаянно рвались вновь к Днепру отчаянно рвались вновь к Киеву но товарищи из этой попытки кроме громадней шерджерд которые понесли немцы ничего не получилось мы части красной армии доблестно отражая атаки противника доблестно отражая его стремление прорваться вновь к Киеву а пик только танков перебили на поле боя около 800 штук пусть товарищи враги помнят и никогда не забываю маршал Жуков участвовал в разработке и осуществлении многочисленных наступательных операций советской армии в 1944 году в частности таких как разгром битлеровцев под Ленинградом и в Белоруссии повторим еще раз битва под Сталинградом еще больше разорвала их союзы с повелителями вселенной Гебель списал поймите сама идея само понимание вселенной терпит поражение духовные силы будут побеждены и близится час страшного суда здесь уместно будет припомнить выдержку из легенды об Адонераме и пал Адонерам за отказ в пароле от руки убийц предателей и чтобы скрыть следы преступления спрятали убийцы труп Адонерама прояснение такова была сила и власть Адонерама стоило для такого без славного конца от руки бездарных сходить преисподнею лгал отец лжи и против воли должен был сознать о своем бессилии точно так же получилось и с приходом Гитлера к власти какие страшные жертвы понес немецкий народ ведь они верили не в Христа не в Бога хотя на каждой пряжке было написано с нами Бог Бог для них был только для прикрытия зла творимого именно чужих территориях они разочаровались во всем и только после этого начали поднимать взорство к небу точно такое же положение случилось и с советским народом после приходов к власти большевиков миллионы людей ушли от Христа но в 43 году многие люди услышали радостную весть открываются православные храмы молительные дома и люди потянулись к Богу вчерашние безбожники стали возвращаться в лоно церкви Геббелис говорил о том что враг душ человеческих дьявол обманул их обещая тысячелетнее царство на земле прошло всего лишь 13 позорных лет и они должны были уйти в небытие как по темпам так и по своим получительным результатам в битве за Берлин была окончательно разгромлена военная машина фашистской Германии над разрушенной германской столицы взвелось красное знамя победы Гитлер покончил с собой командование вооруженных сил гитлеровской Германии вынуждено было подписать акт о безоговорочной капитуляции германской это произошло вновь с 8 на 9 мая 1945 года в берлинском пригороде Карлсхорсте здесь во главе представителей союзных нам армии Соединенных Штатов Америки Англии и Франции капитуляцию врага принял по поручению правительства Советского Союза маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков Карлсхорст Один из берлинских пригородов Наш микрофон установлен в здании бывшего немецкого военно-инженерного училища Через несколько минут здесь состоится подписание акта безоговорочной капитуляции Германии Зал офицерской столовой На стене 4 флага Советской Американской Английской и французской символ боевого содружства Зал входит маршал Советского Союза Жуков главный маршал британской авиации сэр Артур Теттер генерал Фак адмирал сэр Гароль Бэрроу генерал пеллятор Бета Синьвит члены советской американской английской французской делегацией Историческое заседание начинается Его открывает маршал Советского Союза Жуков Теттер При помощи генерал-полковника Американской армии БААС, от французской армии генерал Делак ДТС-3 для принятия условий безоговорочной капитуляции от Верховного Волокоманта Невооружённых Сил Германии Прибыли в Купо-Молочины Верховного Волокоманды Германии Я предлагаю приступить к работе и пригласить сюда Купо-Молочины Верховного Волокомандования И там входят немецкие генералы Впереди идет генерал-фельдмаршал Хейнтер Он идет, стараясь сохранить достоинство и даже гордость Поднимает перед собой свою пальмашковскую жезу и тут же опускает его Он хочет быть картинным в своем позоре Но дрожащие пятна проступают на его лице Вслед за ним входят генерал-адмиралы Конст-Ридебург И генерал-полковник Штумф Они садятся в отведенной им стороне стол Сзади их адъютанты Маршал Жуков и главный маршал авиации Эддер объявляют Здравствуйте Сейчас стоит Подписание акции Представителям Верховного Волокоманды Штуманской авиации О, безговорочные Взгляды Генерал-фельдмаршал Штуманской авиации Я обращаюсь к представителям Германовской Верховного Волокоманды Мемцам переводят эти слова Документ подписан в сброс адмиралом Бенни, уполномачивающим генерал-фальмаршала Кейтеля подписать акт безусловной капитуляции. Представитель генерал-фальмаршала Кейтеля разворачивает факты с документами, вставляет манокль в глаз, берет перо и собирается подписать акт. Маршал Жуков его останавливает. Маршал Жуков показывает рукой, куда надо пойти к фальмаршалу. Кейтель встает, вот он подходит к столу, садится, берет ручку, подписывает. Первый экземпляр, второй, третий. Фальмаршал Кейтель встает, обводит глядом зал. Ему нечего сказать. Он ничего и не ждет. Он идет к своему месту со столом немецкой делегации. Он снова вытягивает перед собой свой фальмаршинский жезл, кладет его на стол. Собиться. На его место идут Фридебург и Штунг. Тоже подписывают акт. Все это происходит молча, без слов. Слов уже не надо. Все нужные слова сказали Красная Армия и армии наших союзников. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. Больше от битлеровцев ничего не требуется. Теперь акт подписывает маршалу Жукову. Главный маршал авиации, сэр Артур Теттер, подписывает свидетели. Генерал Спарк. Представитель французской делегации, генерал де Лазер де Тассини. Немецкая делегация может быть пробована. На этом, всталяясь, вновь заседания перед этой французской. Это сказал маршалу Жукову. Немецкие генералы стоют и уходят из сала. Уходят из истории. Все присутствующие на этом историческом заседании радостно поздравляют друг с другом с победой. Война окончена. Маршал Советского Союза Жуков жмет руку маршал английской авиации Сезеру. Генерал американской армии СПАК и другим генералам. Победа! Человечество может свободно вздохнуть. Пушки больше не стреляют. Выдержка из книжи Жукова. Воспоминания. 676-я страница. Тут же садиши с Москвы отозвонил Сталину. Он был на дате. Телефону подошел дежурный генерал, который сказал, Сталин только что лег спать. Прошу разбудить его. Дело с Роццией до утра ждать не может. Очень скоро Сталин подошел к телефону. Я доложил повышенные сообщения о самоубийстве Гитлера и появлении Крепса и решение поручить переговоры с ним, генералу Соколовскому. Спросил его указаний. Сталин ответил. Доигрался, подлец. Жаль, что не дало взять его живым. Еще не пришло время полностью понять слова Сталина. Что они означали? Продолжаем течение статьи из газеты «Неделя». Итак, представители самых реакционных сил монополистического капитала и военщины в союзе с масонами-мистиками помогли Гитлеру состря... Итак, представители патриарционных сил монополитического капитала и военщины в союзе с масонами-мистиками помогли Гитлеру состряпать майн камп, создать нацистскую идеологию, основали партию национал-социалистов, вооружили фюрера мистика-ревансистскими доктринами, расчистили ему дорогу к высшим ступеням власти. Они, взяв за основу проверенные веками модели масонских обществ, подсказали Гитлеру структуру тайной нацистской организации. Они вдохновляли фюрера и подсказывали гениальное решение. Да и сам Гитлер был также порожден масонами-мистиками и, что называется, взращен и духовно вскормлен ими, хотя на фашистский олимп власти он был возведен германским монополистическим капиталом. Не случайно и то, что масонские архивы были в числе самых секретных документов. Нацисты тщательно укрывали их. Наконец, любопытен и тот факт, что вскоре после войны, в 1949 году, с разрешения властей, масоны возобновили свою деятельность в Западной Германии. Не потому ли некоторые западные буржуазные идеологи и пропагандисты пытаются ныне представить Гитлера ярым врагом масонства, желая тем самым вычеркнуть из анкеты международного масонства, столь распространенного в капиталистическом мире, одну из наиболее позорных страниц? Что же касается живучести масонства, то об этом свидетельствует и статистика. Если в 1829 году в мире, включая царскую Россию, насчитывалось 3000 масонских лож, то к 70-м годам нынешнего столетия, согласно официальным данным, их число возросло более чем в 10 раз. Прогрессивная общественность обеспокоена тем, что делаются попытки на базе тайных лож сплотить реакционные силы, неофашистские группировки, организации сионистского толка, уголовно-политический преступный мир. Все эти реакционные силы стремятся превратить хаос, как отмечает итальянский публицист Роселла, в стержень своей политической линии. Именно этим и следует объяснить кажущуюся масонскую противоречивость. И в этом смысле глубоко прав был Георгий Димитров, что народ должен проявлять особенную бдительность по отношению к масонским ложам, ибо в них пересекаются пути самых реакционных сил. Есть и немало неопубликованных еще документов, которые использованы в материале, предлагаемом внимательному читателю. Еще в 1934 году американский журналист еврейского происхождения Цукерман писал в газете «Jewish Newsletter» «Еврейское население Палестины заражено бациллами фашизма и фашистской идеологии. Еврейский фашизм по своему происхождению, тактике, формам и методам борьбы имеет очень много общих черт с немецким нацизмом». Оказалось, что нацизм – самая благоприятная питательная почва для еврейского фашизма. Сходство идеологии и политических доктрин было той почвой, на которой расцвело Иудина древо сиониско-нацистского альянса в 1933-1945 годах. Но сходство между фашизмом и сионизмом не ограничивается лишь духовным родством и империалистическо-генетическим единством. В опубликованных в Австрии Раушнингом беседах с Гитлером указывается, что бесноватый прямо признавался собеседнику. Он заимствовал у сионистов политическую интригу, технику, конспирацию и введение в заблуждение организацию. Ну а сионисты позаимствовали у гитлеровцев их методы массовых расправ с беззащитным населением. Арабский союз антисемитов и сионистов. Штандартам фюрера СС старший советник Мюллер еще раз внимательно перечитал документ с грифом «Совершенно секретно» и недовольно поморщился. Он был убежденным антисемитом. Синим карандашом Мюллер подтверждал фразу руководствуясь указаниями господина генерал-фельдмаршала Геринга, как уполномоченного за четырехлетний план от 24 января 1939 года, на основе которого был создан имперский центр по еврейской эмиграции, группенфюрер СС Гейдрих изложил общее направление работы. Он исходил из того, что задача имперского центра по еврейской эмиграции должно стать обеспечение беспрепятственной совместной деятельности по всем вопросам, касающимся еврейской эмиграции, всех причастных к этому центральных государственных учреждений. Перед полковником гитлеровской охранки лежал текст записи совещания главарей имперского центра еврейской эмиграции, состоявшегося 11 февраля 1939 года в управлении гестапо. В этом тексте ничего не говорилось о преследовании евреев в Германии или о их физическом уничтожении. Совсем наоборот. Речь шла об усилении взаимовыгодных контактов между сионистами и нацистами. Сионизм рассчитывал при поддержке Германии крупнейшего империалистического хищника в указанный период укрепить позиции сионистов в Палестине, обеспечить с помощью нацистского партнера свои захватнические планы на Ближнем Востоке и сионизировать, и ограбить евреев в Германии. Здесь в 1933 году проживало более полумиллиона евреев, в большинстве своем людей преуспевающих состоятельность. Их имущество оценивалось в огромную сумму 12 миллиардов золотых марок. Естественно, что переселение в Палестину, британскую колонию, они, как говорится, видели в кошмарном сне. Сионистами себя считало лишь 2% немецких евреев. Вот почему, писал впоследствии западно-германский журнал «Шпигель», сионисты восприняли утверждение нацистов в Германии не как национальную катастрофу, а как уникальную историческую возможность осуществления сионистских намерений. невероятно, но факт. В то время как в Германии были запрещены в тени нацистские книги, газеты и журналы, когда любое критическое слово в адрес властей могло стоить жизни лицу, отважившемуся его произнести, нацистские главари, казалось, сквозь пальцы смотрели на издававшиеся два раза в неделю до 1938 года сионистский орган Юдише Рунцау на эту газету распространялось лишь одно ограничение. С 1934 года ее запрещалось покупать арийцам. Берлинское еврейское издательство беспрепятственно вплоть до 1939 года издавало сионистскую литературу. В 1933-1938 годах этим издательством были опубликованы многие книги Бен-Гуриона, том сочинений Руппина, сборник речей и статей Вейтсмана и другие сочинения сионистских лидеров. Почему? Четкий ответ дал мудрый гуманист Махатма Ганди. Крики сионистов о национальном очаге в Палестине послужили благовидным оправданием для изгнания германцами евреев. Под барабанный грохот антисемитской пропаганды по всей Германии были развернуты сионистские лагеря по подготовке молодых евреев к колонистской деятельности в Палестине. Начальник отдела 2-го 112-го СД Мильденштейн всячески содействовал деятельности сионистских организаций по созданию лагерей перевоспитания. Он внимательно следил за работой сионистов. В своем отделе он приказал создать специальные карты, на которых отмечалось продвижение сионизма в германском еврействе. Гитлеровские власти на местах также поддерживали мероприятия сионистов, направленные к усилению эмиграции евреев из Германии. Характерен в этом отношении приказ политической полиции земли Бавария от 9 июля 1935 года. В течение некоторого времени сионистские организации через посредства своих членов и приверженцев осуществляют сбор средств для усиления эмиграции, покупки земель в Палестине и поддержки колонизации Палестины. Этот сбор средств не нуждается в специальном разрешении, если он проводится в строго ограниченных еврейских кругах. Равным образом это мероприятие не должно вызывать никаких опасений со стороны государственной тайной полиции. Для сведения господ из Францпресс этот уникальный документ хранится в Баварском государственном архиве по адресу Мюнхен, Арцистрассе, 12. Адольф Гитлер, основатель Израиля. Столь парадоксальный на первый взгляд заголовок носит одна из книг, выпущенная в 1975 году в Женеве. Рецензия на нее была опубликована 12 февраля 1975 года в приложении к израильской сионистской газете «Джерузалем пост». Но, как известно, нет ничего более парадоксального, чем очевидное. В мае 1933 года Сионивский англо-палестинский банк АПБ установил контакты с Министерством экономики Гитлеровской Германии. Переговоры между АПБ и Имперским министерством экономики привели к подписанию 23 августа 1933 года трансферного соглашения трансфер сделки. Эта сделка предназначалась для регулирования имущественного положения эмигрантов, выезжающих в Палестину. Она стала основой для политического и экономического сотрудничества сионистов и нацистов по целому ряду вопросов. В соответствии с этой сделкой в Берлине было основано Палестинское бюро по опеке и консультированию немецких евреев Пал Трой и открытое отделение АПБ. В Тель-Авиве возникла компания Trust and Transfer Havara Офис Havara акциями которой распоряжался АПБ. 17 сентября 1933 года для усиления контроля сионистов и гитлеровцев над еврейской общиной Германии все еврейские и сионистские организации страны были принудительно объединены в сионистское имперское объединение евреев Германии, которое организационно вошло в Пал Трой. Продолжение протоколов. Народы прикованы к тяжелому труду бедностью сильнее, чем их приковывало рабство и крепостное право. От них так или иначе могли освободиться, могли с ними считаться, а от нужды они не оторвутся. Мы включили в Конституции такие права, которые для масс являются фиктивными, а не действительными правами. Все эти так называемые права народа могут существовать только в идее, никогда на практике неосуществимой. Что для пролетария труженика, согнутого в дугу под тяжелым трудом, придавленного своей участью, получения говорунами права болтать журналистам, право писать всякую чепуху наряду с делом, раз пролетариат не имеет иной выгоды от Конституции, кроме тех жалких крох, которые мы им бросаем с призрением с нашего стола за подачу ими голосов в пользу наших предписаний ставленников наших, наших агентов. Республиканские права для бедняка горькая ирония, ибо необходимость чуть неподъемного труда не дает им настоящего пользования ими, но зато отнимает у них гарантию постоянного и верного заработка, ставя его в зависимость от стачек, хозяев или товарищей. Кулачество и аристократия. Народ под нашим руководством уничтожил аристократию, которая была его естественной защитой и кормилицей ради собственных выгод, неразрывно связанных с народным благосостоянием. Теперь же с уничтожением аристократии он попал под гнет кулачества разжившихся пройдох, насевших на рабочих безжалостным ермом. Арния масона еврейства. Мы явимся якобы спасителями рабочего от этого гнета, когда предложим ему вступать в ряды нашего войска социалистов, анархистов, коммунаров, которым мы всегда оказываем поддержку из якобы братского правила общечеловеческой солидарности нашего социального масонства. Аристократия, пользовавшаяся по праву трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и крепки. Мы же заинтересованы в обратном, в вырождении гоев. Наша власть в хроническом недоедании и слабости рабочего, потому что всем этим он закрепощается нашей воле, а в своих властях он не найдет ни сил, ни энергии для противодействия ей. Выдержка из газеты «Комсомольская правда» за 13 сентября 1978 года «Коварный плагиат» куда уходят корни очередной новомодной теории буржуазных социологов. Юнологи вещают и о том, что всякие идеологические суждения фанатичны и консервативны, а посему ограничивают сферу восприятия действительности и деятельности личности. Отсюда якобы не следует привязываться к какой-либо идеологии, а лучше сохранить свою вольность, независимость от воззрений старших. Поясним, масоны ставят главный удар свой против молодежи, развратить ее спортом, модами, ибо говорят, что старики мудры и упрямы, и от них не добьешься исполнения своей воли. Если присмотреться к этим научным выкладкам, то можно обнаружить не только нитшанские идеи, за их пеленой отчетливо проглядываются принципы, которых придерживались и придерживаются вольные каменщики, члены тайных масонских обществ. Еще в прошлом веке, желая польстить в однолюбивому духу молодых и завлечь их в свои сети. Масоны получали это все выдержка из комсомольской правды. Остерегай вольность свою, очень легко стать рабом ближнего, как раз в тот момент, когда думаешь, что попал в ряды поборников свободы. Помни, что истина сокрыта для человечества и недоступна никому. «Используя схалактические аргументы мистическую демагогию, масоны призывают и сейчас своих адептов освобождать от сухого рассудка, уходить из подлияния наук и идеологии». Авторы широко разрекламированной на Западе книги «Грядущее размышление о 70-80-х годах» Канн и Брюс Брикс уверяют, что не только мировая экономика, но и международные отношения в целом и даже мировая культура будут все более зависеть от деятельности законных хозяев общественной жизни. Поясним, пришло время в открытую масонам заявить о скором пришествии антихриста на землю. Внимай же этому христианин! Сущности, заявляют авторы, вполне правдоподобно, что в отдаленном будущем историки, описывая наше время, изобразят многонациональные корпорации как движущую силу прогресса и как уникальную в своем роде динамичную организацию, которая внесла огромный вклад в динамизм всего общества. Иными словами, бескомпромиссно отстаивается право большого бизнеса представителей элиты, избранных масонов выйти за рамки национального государства и быть безраздельными хозяевами будущего общества. Вот для чего и нужна эта власть в России, чтобы развратить одно или другое поколение, от которого уже произойдет гнилое, с гнилой кровью поколение, которое не будет знать ничего о Боге и принять любого правителя, который пообещает им мир. Жан Марабини, рецензированная страница французского журнала «Ар», вышедшая из США книгу Гордона и Хемера экспертов Рэнд Корпорэйшн, замечает, согласно прогнозам Рэнд Корпорэйшн, у рычагов управления нового научно-индустриального общества должны стоять ученые, эксперты, мудрецы, ответственные лица, являющиеся высшим слоем по отношению к средней социальной прослойке, причем последние ради собственного счастья следует держать в подчинении с помощью все более совершенствованных психологических методов. Приходится вспомнить, что в Америке производились более десяти лет опыта над людьми, когда в мозг подопытным больным вживлялись электроды, чтобы при нажатии кнопки подачи определенных сигналов люди выполняли то, что вздумывается подателю этих сигналов. Судя по всему, в числе таких психологических методов, с помощью которых можно манипулировать общественным мнением и оберегать элитарные интересы, теории, практика международного масонства, еще недостаточно изученного и разоблаченного. Буржуазия, особенно в трудную для нее пору, всегда стремилась привести в движение невидимые для большинства пружины своей демократии в кавычках, обрасти разного рода неполитическими организациями, культурническими, клубными, полурелигиозными, религиозными, которые призваны воздействовать на взгляды широких слоев, контролировать общественное настроение, оберегать интересы элиты. К ним примыкает та же сионистско-массанская ложа Бнай-Брит. Пояснение. Сыновья Завета, штаб-квартира Вашингтона, основанная еще в 1843 году, имеющая свои многочисленные ложи-филиалы в более чем 40 капиталистических странах. Ее годовой бюджет исчисляется сейчас миллионами долларов. Весьма красно решив список участников Биллибергских встреч, среди них бывший премьер-министр Великобритании Лорд Хьюм, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, с которым неоднократно встречался Громыко и Брежнев, генеральный секретарь НАТО Юзо Лунц, президент концерна ФИАТ Джованни Аннеле, председатель правления Чейзман Хэттенбанк Дэвид Рокфеллер, французский банкир Эдмонд Дэрошюльт, лидер английских консерваторов госпожа Тэтчер, министр большинства западноевропейских правительств, представители администрации США. Наивным было бы поверить то, что эти представители большого бизнеса в атмосфере таинственности обсуждают на своих сходках проблемы филантропии и религиозно-нравственного усовершенствования. Масонские ложи в капиталистических странах не камнули в прошлое и в последние годы, особенно активно распространяют свое влияние. Добавим, что распространяют его и в России. Под прикрытием филантропии, идеей самового совершенствования, познаний истинно-мистической фразеологии они весьма удобны для тех, кто потерпел поражение на идеологических фронтах холодной войны. Через масонские ложи можно наслаждать антикоммунизм. Добавим, что и коммунизм. В более утонченных формах, слегка модернизируя веками практикуемые масонские теории, используя железную масонскую дисциплину. В масонстве чрезвычайно заинтересованы сегодня не только монополии, но и международный сионизм, ударный отряд сил империализма и реакции. И не только потому, что в масонских ложах по сей день поклоняются шестиконечным звездам Давида, зажигают во время ритуала всеми свечники, чтут заветы иудейских пророков и т.д. Гораздо важнее то, что масонство в силу определенной структуры и жесткого дисциплинарного кодекса позволяет иметь своих послушных и исполнительных адептов и агентов в правительствах и партиях, в дипломатических и ученых кругах, социальных центрах, статистических управлениях, органах юстиции, профессиональных союзах, молодежных организациях, очевидно и таких, как ВЛКСМ и профсоюз. В профсоюз и верующие идут, не замещая, что это школа коммунизма. А это, как подсказывает сионистская практика, весьма удобно для сбора необходимой информации, проникновения в различные сферы, осуществления соответствующей пропаганды, распространения своего влияния при сохранении в обществе кажущейся демократии. Так, например, еще лет 10-15 назад в католической печати было сказано, что в Советском Союзе наступление поведется через епископат, будут ставить нужных епископов, которые будут рукополагать только по разрешению уполномоченных, нужных им бездеятельных и безнравственных священников и отсечь народ от священства. Народ возненавидит своих пастырей и будет покидать церковь. Иными словами, сионисты пользуются этой невидимой формой правления представителей большого бизнеса для оказания влияния на политику президентов, конгрессов, правительств для тайного манипулирования экономикой. Так мастанство служит ширмой для избранных и удобным инструментом для представителей международного финансового капитала, стремящихся к безраздельному господству в свободном мире. Повторим, что это из советской печати. Особенно много пишут в последнее время. Из этого легко понять, что воцарение антихриста весьма близко. Вольные каменщики всегда предпочитали скрывать свои истинные цели, прятаться за мистической философией и абстрактными рассуждениями. Именно поэтому всякий раз, когда появляется необходимость активизировать силы антикоммунизма, превозносится теоретическое наследие масонства и делается все возможное, чтобы отвлечь внимание от его практической работы. мистицизм служит в таких случаях незаменимой дымовой завесой, под прикрытием которой развертываются глобальные земные маневры и кампании. На четвертом конгрессе коминтерна разоблачение реакционной деятельности международного масонства шло параллельно с обсуждением вопроса о провокационной роли так называемой Лиги защиты прав человека и гражданина, негласно управляемой масонскими вожаками. Для верующего добавим единственный выход, видя как все опутано страшной организацией сатанизма, еще усилее прибегать к единому спасителю Христу. Мы говорим это не ради того, чтобы понять всю политику, но понять только ту страшную грозящую церкви смертельную опасность, чтобы мы не смотрели на тех пастырей, которые запрещают проповедовать и сами не хотят служить Богу. Быть может половина из них с партийными билетами в карманах и члены масонских лож. Факты свидетельствуют о том, что и нынешняя провокационная кампания защиты прав человека развязана империалистическими кругами и примыкающей к ней новейшей теории юнологов является по существу плагиатом той самой стратегии тактики тех изощренных масонских приемов, которыми ранее уже пользовались избранные и просветленные. Добавим, как, например, в Советском Союзе изощренно издевается над верующими, изгоняя их со всех руководящих постов. Осталось ими, как, в Советском Союзе и Продолжение протоколов собраний сионских мудрецов. Голод и право капитала. Голод создает права капитала на рабочего, вернее, чем аристократия давала и законная царская власть. Нуждою и происходящей от нее завистливой ненавистью мы двигаем толпами и их руками стираем тех, кто нам мешает на нашем пути. Толпа и коронация всемирного владыки. Когда придет время нашему всемирному владыке короноваться, то те же руки сметут все, могущее тему быть препятствием. Бои отвыкли думать без наших научных советов, поэтому они не видят настоятельной необходимости в том, чего мы, когда наступит наше царство, будем неукоснительно придерживаться, а именно основной предмет программы будущих масонских народных школ. В основных школах надо преподавать единую истинную науку, первую из всех наук, науку о строе человеческой жизни, социального быта, требующего разделения труда, а следовательно разделения людей на классы и сословия. Необходимо, чтобы знали все, что равенство быть не может, вследствие различия назначения деятельности, что не могут одинаково отвечать перед законом тот, который своим поступком компрометирует целое сословие, и тот, который не затрагивает им никого, кроме своей чести. Тайна науки социального строя. Правильная наука социального строя, в тайны которой мы не допускаем гоев, показала бы всем, что место и труд должны сохраняться в определенном кругу, чтобы не быть источником человеческих мук от несоответствия воспитания с работой. При изучении этой науки народы станут добровольно повиноваться властям и распределенному ими строю в государстве. При теперешнем же состоянии науки и нами созданном ее направлении народ, слепо верящий печатному слову, питает во внушенных ему заблуждениях в неведении своем вражду ко всем сословиям, которое он считает выше себя, ибо не понимает значения каждого сословия. Общий экономический кризис. Указанная вражда еще более увеличивается на почве экономического кризиса, который остановит биржевые сделки и ход промышленности, создав всеми необходимыми нам подпольными путями с помощью золота, которое все в наших руках, общий экономический кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы. Эти толпы с наслаждением бросятся проливать кровь тех, кому они в простоте своего неведения завидуют с детства и чьи имущества им можно будет тогда грабить. Безопасность в кавычках наших. Наших они не тронут, потому что момент нападения нам будет известен, и нами будут приняты меры к ограждению своих. деспотизм, масенство, царство, разума. Мы убедим, что прогресс приведет всех гоев к потере разума. Наш деспотизм и будет таковым, что он сумеет разумными строгостями замирить все волнения, вытравить либерализм из всех учреждений, утрата руководителя масонства и великая французская революция. Когда народ увидел, что ему во имя свободы делают всякие уступки и послабления, он вообразил себе, что он владыка и ринулся во власть, но, конечно, как всякий слепец, наткнулся на массу препятствий, бросился искать руководителя, не догадался вернуться к прежнему и сложил свои полномочия у наших ног. Вспомните французскую революцию, которой мы дали имя великой. Тайны ее, подготовленные, нам хорошо известны, ибо она вся дело наших рук. с тех пор мы вводим народы от одного разочарования к другому для того, чтобы он и от нас отказался в пользу того царя, деспота, сионской крови, которого мы готовим для мира. Повторяем, все это делается в пользу того царя, деспота, сионской крови, которого мы готовим для мира. Царь деспот сионской крови, причина неуязвимости масонства. В настоящее время мы как международная сила неуязвимы, потому что при нападении на нас одних нас поддерживают другие государства. Неистащимая подлость гоевских народов, ползающих пред силой, безжалостных к слабости, беспощадных к проступкам и снисходительных к преступлениям, не желающих выносить противоречий свободного строя, терпеливых домученичества перед насилием смелого деспотизма. Вот что способствует нашей независимости. От современных премьер-диктаторов они терпят и выносят такие злоупотребления, за меньшие из которых они обезглавили бы 20 королей. Напомним, что сегодня отправляют отрабатывать на химию, а всего лишь несколько лет назад 10-15 лет давали за то же преступление. Если задерживают преступника, то сегодня прокурор подписывает освободить и никто не может понять почему. Это тайные масонские рычаги. Роль тайных масонских агентов. Чем же объяснить такое явление, такую непоследовательность народных масс в отношении своем к событиям казалось бы одного порядка. объясняется это явление тем, что диктаторы эти шепчут народу через своих агентов, что они злоупотреблениями теми наносят ущерб государствам для высшей цели достижения блага народов, их международного братства, солидарности и равноправия. Конечно, им не говорят, что такое соединение должно совершиться только под державой нашей. И вот народ осуждает правых и оправдывает виновных, все более и более убеждаясь, что он может творить все, чего не пожелает. Благодаря такому положению вещей народ разрушает всякую устойчивость, создает беспорядки на каждом шагу. Свобода! Слово свобода выставляет людские общества на борьбу против всяческих сил, против всякой власти, даже божеской и природной. Вот почему при нашем воцарении мы должны будем это слово исключить из человеческого лексикона, как принцип животной силы, превращающей толпы в кровожадных зверей. Правда, звери эти засыпают всякий раз, когда напьются крови, и в это время их легко заковать в цепи, но если им не дать крови, они не спят и борются. Протокол номер четвертый. Стадии республики. Всякая республика проходит несколько стадий. Первая из них заключена в первых днях безумствования слепца, метущегося направо и налево. Вторая в демагогии, от которой родится анархия, приводящая неизбежно к диспотизму, но уже не по законному, открытому, а потом ответственному, а к невидимому и неведомому и тем не менее чувствительному деспотизму, который бы это ни было тайной организации, тем бесцеремоннее действующее, что она действует прикрыто за спиной разных агентов, смена которых не только не вредит, но пособляет тайной силе, избавляющейся благодаря этой смене от необходимости тратить свои средства на вознаграждение долгосрочно прослуживших. Внешнее масонство служит слепым прикрытием ее и ее целям, но план действий этой силы, даже самое ее место пребывания для народа всегда остается неизвестным. Свобода и вера Но и свобода могла бы быть безвредной и просуществовать в государственном обиходе без ущерба для благоденствия народов, если бы она держалась на принципах веры в Бога, на братстве человечества, в немысли о равенстве, которому противоречат сами законы творения, установившие подвластность. При такой вере народ был бы управляем опекой приходов и шел бы смиренно и кротко под рукой своего духовного пастыря, повинуясь Божьему распределению на земле. Вот почему нам необходимо подорвать веру, вырвать из ума Гоев самый принцип Божества и Духа и заменить все арифметическими расчетами и материальными потребностями. Международная торгово-промышленная конкуренция. Роль спекуляции. Чтобы умы Гоев не успевали думать и замечать, надо их отвлечь на промышленность и торговлю. Таким образом все нации будут искать своей выгоды и в борьбе за нее не заметят своего общего врага. Но для того, чтобы свобода окончательно разложила и разорила Гоевские общества, надо промышленность поставить на спекулятивную почву. Это послужит к тому, что отнятая промышленностью от земли не удержится в руках и перейдет к спекулянтам, то есть в наши кассы. Культ золота! Напряженная борьба за превосходство толчки в экономической жизни создадут, да и создали уже разочарование холодные и бессердечные общества. Эти общества получат полное отвращение к высшей политике и к религии. Руководителем их будет только расчет, то есть золото, которому они будут иметь настоящий культ, затем материальное наслаждение, которое оно может дать. Тогда-то не для служения добру, даже не ради богатства, а из-за одной ненависти к привилегированным низшие классы Гоев пойдут за нами против своих конкурентов за власть интеллигентов Гоев. Ротокол номер пять. Создание усиленной централизации управления. Какую форму административного правления можно дать обществам, в которых подкупность проникла всюду, где богатства достигаются только ловкими сюрпризами полумошеннических проделок, где царствует распущенность, где нравственность поддерживается карательными мерами и суровыми законами, а не добровольно воспринятыми принципами, где чувства к родине и к религии затерты космополитическими убеждениями. Какую форму управления дать этим обществам, как не ту деспотическую, которую я вам опишу далее? Мы создадим усиленную централизацию управления, чтобы все общественные силы забрать в руки. мы урегулируем механически все действия политической жизни наших подданных новыми законами. Законы эти отберут одно за другим все послабления вольности, которые были допущены гоями. И наше царство ознаменуется таким величественным деспотизмом, что он будет в состоянии во всякое время и во всяком месте прихлопнуть противодействующих и недовольных гоев. Нам скажут, что тот деспотизм, о котором я говорю, не согласуется с современным прогрессом, но я вам докажу обратное. В те времена, когда народы глядели на царствовавших, как на чистое проявление Божьей воли, они безропотно покорялись самодержавию царей. Но с того дня, как мы им внушили мысль о собственных правах, они стали считать царствующих лиц простыми смертными. Помазание божественным избранием не спало с главы царей в глазах народа, и когда мы у него отняли веру в Бога, то мощь власти была выброшена на улицу вместо публичной собственности и захвачена нами. Кроме того, искусство управлять массами и лицами посредством ловко подстроенной теории и фразеологии, правилами общежития и всякими другими уловками, в которых горе ничего не смыслит, принадлежит также к специальностям нашего административного ума, воспитанного на анализе, наблюдении, на таких тонкостях соображений, в которых у нас нет соперников. как нет и составлений планов политического действия и солидарности. Одни иезуиты могли бы в этом с нами сравниться, но мы их сумели дискредитировать в глазах бессмысленной толпы, как организацию явную, сами же со своей тайной организацией остались в тени. Впрочем, не все ли равно для мира, кто будет его владыкой, глава ли католичества или наш деспот в сионской крови. Нам-то, избранному народу, это далеко не все равно. Что делается вам в области сельского хозяйства? В 1971-1977 годы вы увидите в средний годовое производство хлопка соса по сравнению с сосной пятилеткой почти полкана раза. Годовое производство зерна с первичного уровня 600-700 тысяч тонн за последнее время доверено до 1 миллион 130 тысяч тонн. тонн. За 1971-1977 годы вы продали государству овощей больше, чем за предыдущие 30 лет. по а по многому обязывает, товарищи. Мы надеемся, что вы и впредь останетесь верны своим хорошим президентам. Временно с нами могла бы справиться всемирная коалиция ГОЯ. Но с этой стороны мы обеспечены теми глубокими корнями разлада между ними, которых уже вырвать нельзя. Мы противопоставили друг другу личные и национальные расчеты ГОЯ, религиозные и племенные ненависти, выращенные нами в их сердцах в продолжении 20 веков. Благодаря всему этому ни одно государство не встретит ниоткуда поддержки своей протянутой руке, ибо каждый должен думать, что соглашение против нас невыгодно ему самому. 29 июня 1941 года ЦК, БКБ и Совет народных капиталов СССР дали всем партийным и советским организациям прифронтовых областей директиву. Это была боевая программа борьбы советского народа, бенитая отечественная война. Программа мобилизации всех материальных и духовных сил страны на разгон врага. Все для фронта, все для победы. Это была главная идея директивы. 30 июня 1941 года был создан Государственный комитет обороны, в руках которого сосредотачивалась вся полнота власти в стране. 3 июля по радио выступил председатель Государственного комитета обороны Иосиф Иосиф Иоаннович Садин. В основу его речи была положена директива ЦК, БКБ и Совета народных комитаров СССР от 29 июня. Иосиф 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 Иосифов, Совета народных комитетов СССР от 20 июляzus Московской Р02. Клан братьев. Клан, полистан на воплесты, чайную систему. Нажимаем! Клан, после узнавелый EP,ğimру вы力 в 100 июля. Не смотря на греческие сопротивления России, а не смотря на то, что лучшие деньги врага и лучшие части его войны Уже разбиты и нашли себе вагину. На поле страждения враг пробуждает листья вперед, вращая вокруг новые силы. Наши ружины полисно, серьезно и опасно. Всего дня за время войны наша страна вступила в мир и спасла со своими жилищами, товарами и врагами. И в этом фильме с фашизмом. На человеческой войне и сражаются врагом. Вооруженные дороги танками. Мы слишком сильны. С нами приходится считаться. Державы даже небольшого частного соглашения не могут составить без того, чтобы к нему не были причастны тайна мы. Примечание. Теперь уже не тайна, а явно. Кто открыто стоит во главе правительства мира? Евреи. Сколько зла было сделано ими. При их посредствии были развязаны войны. Они провели репетицию на полях сражений Европы, Америки, Африки. Сколько слез они доставят этим своему еврейскому народу и в будущем, когда увидят, что тот всемирный владыка, которого они воцарят и посадят на престол Соломона, окажется злейшим врагом их души, то есть сам Сатана. Сейчас мы находимся на стене плача. Послушайте, что тут делается. Удивение. Продолжение следует. Это иудеи ходят, молятся, стоят, раскачиваются и ссорятся на Богу. Мы находимся на конгрессе. Я буду делать короткие записи, возможно, на немецком языке. Субтитры создавал DimaTorzok Этим гимном открывается конгресс. В переводе означает «Пожелайте мир Израилю». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Пожелайте мир Израилю» Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Будь гений у противного лагеря Он бы еще поборолся с нами Но пришлец не стоит старого обывателя Борьба была бы между ними беспощадной Какой не видывал еще свет Да и опоздал бы, Евгений!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двигатель государственных механизмов Субтитры создавал DimaTorzok Все колеса государственных механизмов Ходят под действием двигателя Находящегося в наших руках А двигатель этот Золото! Измышленная нашими мудрецами наука Политической экономии Давно указывает царский престиж За капиталом Монополии, торговли и промышленности Капитал Для действий без стеснений Должен добиться свободы Для монополии промышленности и торговли Что уже и приводится в исполнение Незримой рукой во всех частях света Такая свобода Даст политическую силу промышленникам А это послужит к стеснению народа Ныне важнее обезоруживать народы Чем их вести на войну Важнее пользоваться разгоревшимися страстями В нашу пользу Чем их заливать Важнее захватить И толковать чужие мысли по-своему Чем их изгонять Значение критики Главная задача нашего правления состоит в том Чтобы ослабить общественный ум критикой Отлучить от размышлений, вызывающих отпор Отвлечь силы ума на перестрелку пустого красноречия Показные в кавычках учреждения Во все времена народы, как и отдельные лица Принимали слова за дело Ибо они удовлетворяются показным Резко замечая Последовало ли на общественной почве За обещанием исполнения Поэтому мы установим показные учреждения Которые будут красноречиво доказывать Свои благодеяния прогрессу Переутомление от витейства Мы присвоим себе Либеральную физиономию всех партий Всех направлений И снабдим ею же ораторов Которые бы столько говорили Что привели бы людей К переутомлению от речей К отвращению от ораторов В дом вас есть за что посадить Однако Думаю, однако Мы считаем, что праздник не пострадает Если мы поговорим и о незасадках О нерешенных задачах Такого же коммунистической деловой силы Не будем его нарушать Особенно хочу обратить ваше внимание На качество продукции К сожалению, пока нельзя сказать Что тут у вас все благополучно Удельный вес продукции высшего качества Составляет возрождение всего 8,2% Это значительно ниже общества южного показателя Между тем усилия нашей партии И южного народа Направлено сейчас именно на повышение качества Центральный комитет партии ждет Что партийная организация Жебрежана Все трудящиеся республики В борьбу за качество По-настоящему поставят Центр своего внимания Здесь, как говорится, комментарии излишни Чтобы взять общественное мнение в руки Надо его поставить в недоумение Высказывая с разных сторон Столько противоречивых мнений И до тех пор, пока гои Не затеряются в лабиринте их И не поймут Что лучше всего Не иметь никакого мнения В вопросах политики Которых обществу не дано ведать Потому что ведает Лишь тот, кто руководит обществом Это первая тайна Вторая тайна Потребная для успеха управления Заключается в том Чтобы настолько размножить Народные недостатки Привычки Страсти Правила общежития Чтобы никто в этом хаосе Не мог разобраться И люди Вследствие этого Перестали бы понимать друг друга Эта мера Послужит к тому Чтобы посеять раздор Во всех общежитиях Разобщить все коллективные силы Которые не хотят нам покориться Обескуражить всякую инициативу Могущую сколько-нибудь Помешать нашему делу Значение личной инициативы Нет Ничего опаснее Личной инициативы Если она гениальна Она может сделать Более того Что могут сделать Миллионы людей Среди которых мы посеяли раздор Нам Надо направить воспитание Гоевских обществ Так Чтобы перед каждым делом Где нужна инициатива У них опускались бы В безнадежном Бессилии руки Напряжение Происходящее От свободы действий Расслабляет силы Встречаясь с чужой свободой От этого Происходят Тяжелые Нравственные толчки Разочарования Неудачи Вверх правительства Всем этим Мы так утомим Гоев Что вынудим их Предложить нам Международную власть По расположению Своему Могущую безломки Сосать с себя Все государственные силы мира И образовать Сверхправительство На место Современных правителей Мы поставим Страшилище Которое будет Называться Сверхправительственной Администрацией Руки его будут Протянуты Во все стороны Как клещи При такой Колоссальной Организации Что она не может Не покорить Все народы Протокол Номер 6 Монополии Зависимость От них Гоевских Сустояний Скоро Мы начнем Учреждать Громадные Монополии Это уже Приводится В исполнение И в России Резервуары Колоссальных Богат От которых Будут зависеть Даже крупные Гоевские Состояния Настолько Что они Потонут Вместе с кредитом Государств На другой день После политической Катастрофы Господа экономисты Здесь присутствующие Взвестика Значение Этой комбинации Всеми путями Нам надо Развить Значение Нашего Сверхправительства Представляя его Покровителям И вознаградителям Всех Нам Добровольно Покоряющихся Обезземеление Аристократии Аристократия Гоев Как политическая Сила Скончалась С нею Нам Нечего Считаться Но как территориальная Владелица Она для нас Вредна тем Что может быть Самостоятельно В источниках Своей жизни Нам надо Поэтому ее Во что бы то ни стало Обезземелись Задолжны Земли Для этого Лучший способ Заключается В увеличении Земельных повинностей В задолженности Земли Эти меры Задержат Землевладение В состоянии Безусловной Приниженности Наследственно Неумеющие Довольствоваться Малым Аристократы Гоев Прогорят Быстро В то же самое Время Надо усиленно Покровительствовать Торговле И промышленности А главное Спекуляции Роль которой Заключается В противовесе Промышленности Без спекуляции Промышленность Умножит Частные капиталы И послужит Поднятию Земледелия Освободив Землю От задолженности Установленной Ссудами Земельных банков Надо Чтобы промышленность Высосала Из земли И руки И капиталы И через Спекуляцию Передала Наши руки Все мировые Деньги И тем самым Выбросила бы Всех Гоев В вузы пролетариев Тогда Гои Преклонятся Перед нами Чтобы только Получить Право На существование Роскошь Подъем Заработной Платы Из Заражания Предметов Первой Необходимости Для разорения Гоевской Промышленности Мы Пустим Подмогу Спекуляции Развитую Намеси Среди Гоев Сильную Потребность В роскоши Всепоглощающей Роскоши Поднимем Заработную Плату Которая Однако Не принесет Никакой Пользы Рабочим Ибо Одновременно Мы Произведем Вздорожание Предметов Первой Необходимости Якобы От падения Земледелия И скотоводства Да Кроме Этого Мы Искусно И глубоко Подкопаем Источники Производства Приучив Рабочих К анархии И спиртным Напиткам И приняв Вместе с этим Все меры К изгнанию С земли Всех Интеллигентных Сил Гоев Обманутый И обманываемый Рабочий Человек Открой Свои Очи Ты слышишь Страшные Тайны Которые Совершаются Ежедневно Перед Твоими Глазами Читай Газеты Книги И Бог Поможет Тебе Во всем Разобраться Какая Страшная Участь Ожидает Людей Отступивших От Бога Они Живут В отмене Зная Что Жизнь Их Кончается Навеки В преисподней Тайны Тайны Смысл Пропаганды Экономических Теорий Чтобы истинная Подкладка Вещей Не стала Заметно Гоем Раньше Времени Мы Ее Прикроем Якобы Стремлением Послужить Рабочему Классу И великим Экономическим Принципом О которых Ведут Деятельную Пропаганду Наши Экономические Теории Помни Об этом Человек Ибо то Что ты слышишь Сегодня Быть может Не услышишь Никогда Протокол Номер Семь Цель Напряжение Вооружение Бражение Раздоры И вражда Во всем Этим Мы держим Людей За решеткой По желанию Мы властны Произвести Беспорядки Или Водворить Порядок Для этого Нам надо Вооружиться Большой Хитростью И пронырливостью Во время Переговоров И соглашений Но в том Что называется Официальным Языком Мы будем Держаться Противоположной Тактике И будем Казаться Честными И сговорчивыми Таким Образом Народы И правительства Гоев Которых Мы приучили Смотреть Только на Показную Сторону Того Что мы Им Представляем Примут Нас За благодетелей И спасителей Рода Человеческого Обуздание Противодействий Гоев Войнами И Всеобщей Войной На Каждое Противодействие Мы Должны Быть Состояние Ответить Войной С Соседями Той Стране Которая Осмелится Нам Противодействовать Но Если И Соседи Задумают Стать Коллективно Против Нас То Мы Должны Дать Отпор Всеобщей Войной Тайна Успех Политики Главный Успех Политики Заключается В тайне Предприятии Слово Не должно Согласоваться С действиями Дипломата Пресса И Общественное Мнение К действиям В пользу Сороко Задуманного Нами Плана Уже Близящегося К Вожделенному Концу Мы Должны Вынуждать Гоевские Правительства Якобы Общественным Мнением В тайне Подстроенным Нами При помощи Так называемой Великой Державы Печати Которая За немногим Исключениями С которыми Считаться Не стоит Вся уже В наших Руках Американские Китайские И японские Пушки Одним словом Чтобы резюмировать Нашу систему Обуздания Гоевских Правительств В Европе Мы Одному Из них Покажем Свою силу Покушениями То есть Террором А всем Если допустить Их восстание Против нас Мы ответим Американским Или Китайскими Или Японскими Пушками Всеобщая Война Еще Только Ожидается Громы Японских Пушек Мы слышали Американскую Помощь Японцам Деньгами И Портсмутским Миром Мы видели Не видели Еще Открытого Сотрудничества Это было Написано Масонами Сто лет Назад Сегодня Мы видим Как это Предсказанное Ими Исполнилось Задуманные Коварные Планы Объединения Приготовления Всеобщей Термоядерной Войне Исполняются Мы стоим На грани Катастрофы Протокол Номер Восемь Двусмысленное Пользование Юридическим Правом Мы должны Заручиться Для себя Всеми Орудиями Которыми Наши Противники Могли Бы Воспользоваться Против Нас Мы Должны Будем Выискивать В самых Тонких Выражениях И загвоздках Правового Словаря Оправдания Для тех Случаях Когда нам Придется Произносить Решение Могущее Показаться Непомерно Смелыми И Несправедливыми Ибо Эти Решения Важно Выразить В таких Выражениях Которые Оказались Бы Высшими В таких Выражениях Которые Оказались Бы Нравственными Правилами Правового Характера Сотрудники Масонского Правления Наше Правление Должно Окружать Себя Всеми Силами Цивилизации Среди Которых Ему Придется Действовать Оно Окружит Себя Публицистами Юристами Практиками Администраторами Дипломатами И Наконец Людьми Подготовленными Сверхобразовательным Воспитанием В наших Особых Школах Эти люди Будут Ведать Все Тайны Социального Быта Они Будут Знать Все Языки Составляемые Политическими Буквами И Словами Они Будут Ознакомлены Со Всей Подкладочной Стороной Человеческой Натуры Со Всеми Ее Чувственными Струнами Строение Умов Гоев Их Тенденции Недостатки Пороки И Качества Особенности Классов И Сословий Понятно Что Гениальные Сотрудники Нашей Власти О Которых Я Веду Речь Будут Взяты Не Из Числа Гоев Которые Привыкли Исполнять Всю Административную Работу Не Задаваясь Мыслью Для Чего Надо Ее Достигнуть Не Думая О Том На Что Она Нужна Администраторы Гоев Подписывают Бумаги Не Читая Их Служат Не Из Скорости Или Из Честолюбия Экономисты И Миллионеры Мы Окружим Своё Правительство Целым Миром Экономистов Вот Отчего Экономические Науки Составляют Главный Предмет Преподавания Евреям Нас Будет Окружать Целая Плеяда Банкиров Промышленников Капиталистов А Главное Миллионеров Потому Что В сущности Всё Будет Разрешено Вопросом Цифр Как Кому Поручать Ответственные Посты В Правительстве На Время Пока Ещё Будет Безопасно Вручить Ответственные Посты В Государствах Нашим Братьям Евреям Теперь Видимо Это Стало Безопасно Мы Будем Поручать Их Лицам Прошлое И Характер Которых Таковы Что Между Ними И Народом Легла Пропасть Таким Людям Которым В случае Непослушания Нашим Предписаниям Остаётся Ждать Или Суда Или Ссылки Сие Для Того Чтобы Они Защищали Наши Интересы До Последнего Своего Издыхания Стоит Только Припомнить Примеры Которые Совершались В СССР Это Троцкий Группировки Молотова Маленкова Булганина Кагановича Время Правления Хрущёва Который Казалось Со всех Сторон Обезопасил Себя Но Вот Слово Лишь Одно Было Сказано И Его Не Стало Припомним Что Случилось И Происходит В Китае Это Четвёрка Во главе Зян Цин Линь Бя И Другие США Неугодные Кеннеди Устраняются Физически Масон Никсон Выведенный На арену Как Президент Лишь Однажды Неосторожно Обмолвился Осянистском Движении И Вот Уже Было Вытащено Отергейское Дело И Никсону Пришлось Уйти В отставку Извамина В тюрьму Все Это Дело Рук Масонов Никому Ничего Не Прощающих И Мы Открывающие Для вас Эту Тайну Знаем Что Ждет Нас Посему Просим Вас Всех Дорогие Наши Братья Молитесь За Нас Протокол Номер Девять Применение Масонских Принципов В Деле Воспитания Народов Применяя Наши Принципы Обращайте Внимание На Характер Народа В Стране Которого Вы Будете Находиться И Действовать Общее Однако Их Применение Раннее Перевоспитание Народа На Наш Лад Не Может Иметь Успеха Но Шествуя В Применении Их Осторожно Вы Увидите Что Не Пройдет И Десятка Лет Как Самый Упорный Характер Изменится И Мы Зачислим Новый Народ В Ряды Уже Покорившихся Нам Стоит Припомнить Книгу Николая Островского Как Закалялась Сталь Где Этот Тафос Как Говорит Илья Эренбург Жалуюсь Однажды Своему Сотруднику За Рубежом Что Вот Уже Мы И Устали Строить Коммунизм На Что Ему Было Отвечено А Каждое Христианство Не Стает Строить Две Тысячи Лет Масонский Пароль Слова Либерального Сущности Нашего Масонского Пароля Свобода Равенства Братства Когда мы Воссоримся Мы Заменим Словами Не Пароля Уже А Лишь Идейности Право Свободы Долг Равенства Идеал Братства Скажем Мы И Поймаем Козла За рога Де Факто Мы Уже Стерли Всякое Правление Кроме Нашего Хотя Де Юре Таковых Еще Много Ныне Если Какие Либо Государства Поднимают Протест Против Нас То Это Для Формы И По Нашему Усмотрению И Распоряжению Ибо Их Антисемитизм Нам Нужен Для Управления Нашими Меньшими Братьями Не Буду Этого Разъяснять Ибо Это Уже Было Бы Предметом Неоднократных Наших Бесед Поясним Что Когда Где-либо Было Гонение Евреев Она Устраивалась Самими Евреями Так Например Стремление Гитлера Уничтожить Евреев Фактически Было Благословение Верхушки Масонов Которые Сказали Что Это Балласт Те Которые Заразились Безбожием И Ненужны Для Восстановления Царства Израилева В Пророчествах Было Сказано Господь Говорит Заброшу Уду И Пошлю Охотников По Всем Холмам И Вы Полетите Как Голуби К Иерусалиму Сейчас Еще Иудеев Заманивают Приманками Хорошим Положением Обещанием Нажить Большое Достояние В Израиле Но Придет Время Когда Особые Отборные Группы Евреев Во всех Странах Мира Возлигнут Гонения На своих Собратьев И Все Пасы Которые Они Занимают Ныне В России Как Директора Артисты Бросят И Побегут В Израиль Диктатура Масонства В действительности Для нас Нет Препятствий Наше Сверхправительство Находится В таких Экстралегальных Условиях Которые Принято Называть Энергичными И Сильным Словом Диктатура Я могу По совести Сказать Что в данное Время Мы Законодатели Мы Творим Суд И Расправу Мы Казним И Милуем Мы Как Шеф Всех Наших Войск Сидим На Предводительском Коне Мы Правим Сильную Волею Потому Что У нас В руках Осколки Когда-то Сильной Партии Ныне Покоренной Нами В наших Руках Неудержимое Чистолюбие Жгучие Жадности Беспощадные Мести Жлобные Ненависти Террор Кто Служит Масонству От нас Исходит Всеохватывающий Террор У нас В услужении Люди Всех Мнений Всех Доктрин Реставраторы Монархии Демагоги Социалисты Коммунисты И Прочие Утописты Мы Всех Запрягли В работу Каждый Из них Своей Стороны Подтачивает Последние Остатки Власти И Старается Свергнуть Все Установленные Порядки Этими Действиями Все Государства Замучены Они Они Взывают К Покою Готовы Ради Мира Жертвовать Всем Но Мы Не Дадим Им Мира Пока Они Не Признают Нашего Интернационального Сверх Правительства Открыто С Покорностью Народ Завопил О Не Обходимости Разрешить Социальный Вопрос Путем Международного Соглашения Разложение На Партии Предоставило Их Все В Наше Распоряжение Так Как Для Того Чтобы Вести Соревновательную Борьбу Надо Иметь Деньги А Они Все У Нас Разделение Зрячей И Слепой Сил Мы Могли Бы Бояться Соединения Гоевской Зрячей Силы Господствующих Со Слепой Силой Народной Но Нами Приняты Все Меры Против Такой Возможности Между Той И Другой Силой Нами Воздвигнута Стена В виде Взаимного Между Ними Террора Таким Образом Слепая Сила Народа Остается Нашей Опорой И Мы Только Мы Будем Ей Служить Руководителем И Конечно Направим Ее К Нашей Цели Общение Власти Народом Чтобы Рука Слепого Не могла Освободиться От нашего Руководства Мы Должны По временам Находиться В тесном Общении С ними Если Не лично То Через Самых Верных Братьев Наших Когда Мы Будем Признанной Властью То Мы С Народом Будем Беседовать Лично На площадях И Будем Его Учить По Вопросам Политики В том Направлении Какое Нам Понадобится Как Проверить Что Ему Преподают В Деревенских Школах А Что Скажет Посланник Правительства Или Сам Царствующий Кто Не Может Не Стать Известным Тотчас Всему Государству Ибо Быстро Будет Разнесено Голосом Народа Либеральный Произвол Чтобы Не Уничтожить Раньше Времени Гоевских Учреждений Мы Коснулись Их Умелой Рукой И Забрали В свои Руки Концы Пружин Их Механизма Пружины Эти Были В строгом Но Справедливом Порядке А Мы Заменили Либеральным Беспорядочным Произволом Мы Затронули Юрисдикцию Выборные Порядки Печать Свободу Личности А главное Образование И воспитание Как Краеугольные Камни Свободного Бытия Захват Образование Мы Одурачили Одурманили И Развратили Гоевскую Молодежь Посредством Воспитания В заведомо Для нас Ложных Но Нами Внушенных Принципах И Теориях Толкование Законов Сверх Существующих Законов Не изменяя Их Существенно А лишь Исковерков Их Противоречивыми Толкованиями Мы Создали Нечто Грандиозное В смысле Результатов Эти Результаты Выразились Сначала В том Что Толкование Маскировали Законы А затем И совсем Закрыли Их От взоров Правительств Невозможностью Ведать Такое Запутанное Законодательство Отсюда Теория Суда Совести Вы говорите Что на нас Поднимутся С оружием В руках Если Раскусят В чем Дело Раньше Времени Но для Этого У нас В запасе Такой Терроризирующий Маневр Что Самые Храбрые Души Дрогнут Метрополитеновые Подземные Ходы Коридоры Будут К тому Времени Проведены Во всех Столицах Откуда Они Будут Взорваны Со Всеми Своими Организациями И документами Страны Протокол Номер Десять Показное Политики Сегодня Начинаю С повторения Уже Сказанного И Прошу Воспомнить Что Правительство И народы С политики Довольствуются Показным Да и Где им Разглядывать Подкладку Вещей Когда Их Представители Важнее Всего Веселяться Для Нашей Политики Весьма Важно Ведать Эту Подробность Она Нам Поможет При Переходе К обсуждению Разделение Надо Как бы Как бы Уже Дарованными Фокус Наших Деятелей Сломит Все препятствия На нашем Пути Что обещает Масонский Государственный Переворот Когда мы Совершим Наш Государственный Переворот Мы Скажем Тогда Народам Все Шло Ужасно Плохо Все Истрадались Мы Разбираем Причины Ваших Мук Народности Границы Разномонетность Конечно Вы Свободны Произнести Над нами Приговор Но Разве Может Быть Он Справедливым Если Он Будет Вами Утвержден Прежде Чем Вы Испытаете То Что Мы Вам Дадим Тогда Они Вознесут Нас И На руках Понесут В единодушном Восторге Надежд И Упований Голосование Которое Мы Сделали Орудием Нашего Воссорения Приучит К нему Даже Самые Мелкие Единицы Из Числа Членов Человечества Составление Групповых Собраний И соглашений Отслужит Свою Службу И Сыграть На этот раз Свою Последнюю Роль Единогласием В желании Ознакомиться С нами Поближе Прежде Чем Осудить Всеобщее Голосование Для этого Нам надо Привести Всех К голосованию Безразличия Классов И цензо Чтобы установить Абсолютизм Большинства Которого Нельзя добиться От интеллигентных Цензовых Классов Таким Порядком Приучив Всех К мысли О Самозначении Мы сломаем Значение Гоевской Семьи И ее Воспитательную Цену Устраним Выделение Индивидуальных Умов Которым Толпа Руководимая Нами Не даст Не выдвинуться Не даже Высказаться Она Привыкла Слушать Только Нас Плативших Ей За послушание И Внимание Этим Мы Создадим Такую Слепую Мощь Которая Никогда Не будет Состояние Никуда Двинуться Помимо Руководства Наших Агентов Поставленных Нами На место Ее Лидеров Народ Подчинится Этому Режиму Потому что Будет Знать Что От этих Лидеров Будут Зависеть Заработки Подачки И получение Всяких Благ Гениальный Руководитель Масонства План управления Должен Должен Выйти Готовым Из одной Головы Потому что Его Не скрепишь Если допустить Его Раздробление На клочки Во многочисленных Умах Голосований Им Можно Ведать План Действий Но не Обсуждать Его Чтобы Не нарушить Его Гениальности Связи Его Составных Частей Практической Силы Тайного Значения Каждого Его Пункта Если Обсуждать И изменять Подобную Работу Многочисленным Голосованием То Она Понесет На себе Печать Всех Умственных Недоразумений Не проникшись В глубину И связь Ее Замыслов Нам Нужно Чтобы Наши Планы Были Сильны И Целесообразно Задуманы Поэтому Нам Не следует Бросать Гениальной Работы Нашего Руководителя На Растерзание Толпы Или Даже Ограниченного Общества Эти планы Не перевернут Пока Вверх Дном Современных Учреждений Они Только Заменят Их Экономию А Следовательно Всю Комбинацию Их Шествия Которая Таким Образом Направится По намеченному Нами Учреждения И И И Учреждений Учреждений Учреждений